Книга «Открытым оком». Тема объединения, том 10, вопрос 2344. Мне приходилось видеть... простите, мне не приходилось видеть ничего в интернете. Не имею доступа к нему, но если там в этой помойке, как его называют, что-то отдельное про объединение с патриархией, а отвечает Игнатий Тихонович Лапкин, есть и много ценного. Есть просто замечательные мысли. Патриархийные тоже не все за объединение, и причину показывают они иногда духовную. Было хотя от кого-то обличение в неправдах патриархии, «А теперь, когда вольетесь в нашу церковь, то уже никто нас не обличит в наших неправдах». Конец цитаты. Вот только малая частичка из интернета. «Еще раз повторяю, я – чадо Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Но ведь есть в России и те, кто, поверив в зарубежные проповеди, и не в силах больше выносить груз патриархийной лжи, перешел в Русскую Православную Церковь за границей. Сейчас их поставили в самый, что ни на есть, безвыходный тупик. Они оказались окружены ложью со всех сторон. Кто даст ответ Господу за души малых сих? «Очевидно, что нынешнее руководство Русской Православной Церкви за границей не остановится ни перед какой неправдой и ни перед каким расколом, выполняя волю к объединению с Московской Патриархией, волю явно не Божию. Но разве такая решимость должна остановить верных христиан? Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Да будут чресла ваши припоясанные и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему». Евангелие от Луки 12, 32, 33, 35, 36. Еще цитата. «К сожалению, в зарубежной церкви пока еще нет единодушия по вопросу об объединении с Матерью Церковью. Это вполне естественно, потому что более чем 70 лет русская зарубежная церковь пыталась оправдать в глазах своих священнослужителей и верующих пребывания вне ограды Матери Церкви», сказал его святейшество. Цитата. «Было также принято решение о создании комиссии, которая будет работать над решением тех проблем, которые сегодня мешают нашему объединению», сообщил его святейшество. «Прежде всего, надо отметить факт создания русской зарубежной церковью приходов на территории России и республик бывшего СССР, ибо тем самым был раскол принесен на каноническую территорию Московского Патриархата». Конец цитаты. В кулуарах конференции экуменической по составу участников и являющейся съездом, цитата, «профессиональных экуминистов» главной темой для обсуждения стал визит делегации иерархов РПЦЗЛ в Москву. Совпадение такого форума с приездом делегации РПЦЗЛ вряд ли можно считать случайным. Главный призыв, адресованный РПЦЗ Московской Патриархии – отказ от экуминизма. Это, по сути дела, единственное требование идейного характера, которое связывает нынешнее руководство РПЦЗЛ с прежней зарубежной церковью «Хорошо» и известной всем своей бескомпромиссной позицией. Два других требования – канонизация новомучеников и отказ от сергианства – для РПЦЗЛ уже не актуальны. Поэтому стыковка визита зарубежников со временем проведения конференции носит особую смысловую нагрузку. Это демонстративный ответ церковной Москвы на последнюю претензию зарубежья. Никакого свертывания экуминизма не будет. Ключевые участники конференции подбадривали друг друга. Пусть зарубежники приходят, мы им скажем – мы экуминисты и никуда сворачивать не собираемся. В самой организации конференции чувствовался аромат советской церковности застойных времен. Все было устроено на широкую ногу. Пышные обеды со ситрами, размещение участников в пятизвездной гостинице, Даниловская культурная программа, поход в Большой театр, экскурсия в Троице-Сергиевую лавру. Программа составлена таким образом, чтобы не перегружать участников работой, А превратить богословскую тусовку в приятное времяпрепровождение. Конец цитаты. Мальчик девочку ударил по щеке. Та скривилась, оказалось, выбила зуб. Не засудишь, он малой, суд вдалеке, и повестку за другое принесут. Заповедал Иисус врагов любить, и за них молиться Богу и Иегове. Зуб не вырос, за протез пришлось платить. Но второй раз не подставим, не готовы. Если бы жили при пророке Моисеи, зуб за зуб, нам шепеля ведь значит вместе. То пожнем, что размахнувшись щедро сеем, за удар нас не погладят, громко треснут. Но со временем и церковь возмужала, обрела своих царей, благословила. Враг Отечества пришел. Убить не жалко, обработать и похлеще, чем Атиллу. И щеку свою прикрыв воротником. Измаильтян мочалит генералиссимус Суворов. Поработал ушаков своим клинком. Из обрезанных наложат груды с горы. Нас убьют. Нам на роду так суждено. Бегать, проповедовать, не выть по-волчьи. Но захватить Чечню благословил еще Синод. И наслать на них с Ермоловым стополчищ. Все исправно. Грудь казацкая в крестах. Где аул дымил, теперь удела России. Годы шли, и час расплаты вдруг настал. Нас вывозят обгорелых. Не спросили. В две щеки, что не подставили скупясь, Посчитали для державы смех курьезный. Головней горящей тычет взад и в пасть. Из развалин мусульманский город грозный. Ну а если бы подставить две щеки, Рассчитаться за убытки за столетия, Будет выигрыш. И нам, протруточки, Облекутся в дух евангельский скелеты. 25 сентября, 2004 год. Игнатий Лапкин.